Привет, я Олег Лукьянчиков, адвокат. В этом видео мы поговорим о том, какие же права имеет студент, проживающий в общежитии, и о том беспределе, который там происходит. Нет-нет, я сейчас не о тех вечеринках, которые вы там устраиваете, я о том беспределе, которые устраивает администрация общежитий. Итак, с чем же может столкнуться студент? Ну, в первую очередь, это запрет возвращаться в общежитие после 23.00. Это правило содержится во многих правилах проживания в общежитии. И вам, комендант общежития, и другие сотрудники общежития могут показывать правило, где написано, что после 23.00 ни в какую нельзя возвращаться в общежитие. Что если вдруг ты задумал вернуться после 23.00 в общежитие, ты должен сообщить об этом коменданту, декану и господу богу. Причем именно вот в таком порядке, коменданту, декану и потом уже господу богу. Друзья, это все незаконно. Это требование не соответствует закону, а если быть точнее, не соответствует 62.00 статье закона о высшем образовании, где указано, что студенты имеют право на круглосуточный доступ к общежитию на весь срок обучения. Поэтому помним, закон Украины о высшем образовании, 62.00 статья, часть 1, пункт 8. Это на тот случай, если вам придется вступить в конфликт с администрацией общежития и доказывать им, где же это написано, где закреплено ваше право приходить после 23.00. Никого уведомлять об этом не нужно. Вы можете приходить и уходить из общежития тогда, когда вам это удобно. А что же делать в той ситуации, если комендант вас не пускает? Друзья, все просто. Достаем телефон, начинаем снимать на видео. Пусть комендант объяснит, почему он вас не пускает. Пусть он на видео скажет, что он не пускает вас в общежитие, а после этого вызывайте полицию. И посмотрим, что будет делать комендант. И как он это объяснять будет полицейскому. И главное в этой ситуации не нужно бояться. Вы полноправный член этого общества. Вы человек, который платит за обучение. Не должен комендант ставить вам противозаконные условия. Никто вас не отчислит из университета. И университету вообще скандал этот не нужен. Поэтому настаивайте на своем, отстаивайте свои права. И все будет хорошо. С какой еще ситуацией может столкнуться студент в общежитии? Это обыск. Обыск в комнате. И очень часто обыск в комнате, когда студент отсутствует вообще. Эта ситуация, как правило, связана с тем, что в холодное время года отопление в общежитии так себе, температура, ну, мягко говоря, прохладная. И студент вынужден использовать дополнительные электроприборы. Да, по сути, мы привозим что? Обогреватель в общежитие. Но оказывается, что в правилах проживания написано, что электроприборами пользоваться нельзя. Вот ты-то можешь замерзнуть, мы топить не будем. Но обогреватель ты не включай. Потому что мы не можем поменять здесь проводку, которой 150 лет уже. Кстати, я не знаю, 150 лет назад было уже электричество в домах? Наверное, нет. Но в твоем общежитии точно уже было. Но чем иначе объяснить то, что нельзя включать обогреватель, потому что проводка не выдерживает и все вырубается. Так вот, в этих ситуациях что делает комендатура? Идет и кричит, открывайте дверь, не откройте. Я сама ключом открою и посмотрю, что у вас есть. И заберу все ваши электроприборы. Друзья, здесь нужно понимать, что как только вы поселились в общежитии, ваша комната становится вашим жильем. А жилье защищается Конституцией Украины. Оно неприкосновенно. И настолько неприкосновенно, что туда не может проникнуть ни полиция, ни СБУ, ни прокуратура. Никто не может попасть в ваше жилье без вашего согласия, либо же по решению суда. И уж тем более этого не может сделать комендант согласно правилам, которые он сами утвердил. Поэтому, оказавшись в такой ситуации, напомните коменданту, что он нарушает часть первой статьи 30-й Конституции Украины. Не пускайте его в свою комнату. Вы имеете на это полное право. Что же касается вот этих изъятий электроприборов, друзья, напоминаю, что ваш обогреватель – это ваша собственность. И если комендант пришел и в вашем присутствии забирает обогреватель, то это уже 186-я статья Уголовного кодекса. Это грабеж. И я сейчас не шучу. Это действительно так. С точки зрения Уголовного кодекса – это грабеж. Напомните об этом коменданту. Пусть он делает все, что хочет. Пусть собирает студенческое самоуправление. Пусть они рассматривают этот случай где угодно. Но забирать вашу собственность комендант не имеет права. Что в этом случае делать? Опять же, берем телефон, снимаем на видео. И посмотрим, что важнее университету и этому коменданту, чтобы обогреватель остался у вас. Либо чтобы ролик с комендантом, который ворует обогреватель, попал в интернет и получил миллион просмотров там. И главное, не надо бояться. Закон в этой ситуации на вашей стороне. Очень часто студент, который смотрит мои ролики и знает свои права и заявляет об этом коменданту, может столкнуться с ситуацией, когда ему будут угрожать выселением из общежития, либо переселением в другую комнату. Друзья, это тоже незаконно. Не может просто так комендант выселить, либо же переселить вас. Потому что ваше общежитие, ваша комната, ваше место, в котором вы проживаете в общежитии, является вашим жильем. И оно неприкосновенно. И переселить вас из комнаты в комнату можно только по очень серьезным причинам. А не потому, что коменданту так захотелось. Этот вопрос тоже можно оспаривать. Не обязательно вам переселяться, потому что физически на самом деле комендант не сможет собрать ваши вещи и перенести в другую комнату. Он не сможет вас физически перенести в другую комнату. Друзья, помните, что закон здесь вас защищает. Выселение может быть из общежития только лишь по тем основаниям, которые предусмотрены в законе. И только лишь по решению суда. Ни комендант, ни ректор, ни кто-либо другой, кроме суда, не может принять решение о вашем выселении, принудительном выселении. При этом нужно понимать, что общежитие дается вам на самом деле на определенный срок. И по окончании этого срока, по окончании срока обучения и соответственно действия договора на проживание в общежитии, вы должны его покинуть. Это ваша обязанность. Друзья, я понимаю, что осветил не все такие сложные конфликтные ситуации, в которых студент может оказаться в общежитии. Поэтому вы можете задать вопрос в комментариях. Я на него отвечу либо в комментариях, либо сниму на эту тему отдельное видео. На этом все. Всем удачи. Пока. Пока.